коллеги всем привет сегодняшнее видео не совсем обычная хотя подобного рода видео я уже делал это даже не столько рефакторинг по просьбе друга что я делал раньше но в общем мы схлестнулись так сказать на словах с одним моим коллегой но и в общем то он мне прислал код проекта который исходики проекта который он сказал идеально хорошо работает там нечего улучшать он отличный правильный в общем я в руках подержал сейчас он у меня приготовлен от студии но для начала давайте вот немножечко поговорим по тематики на вот смотрите понятие хорошо и правильно они на самом деле они на самом деле разнятся в том смысле что если мы говорим про концепцию разработки то хорошо не всегда правильно правильно не всегда хорошо ну и не всегда нужно делать правильно в общем все решается в конкретный момент когда вам нужно писать какой-то конкретный код но в общих идеях в общих чертах хорошо это когда я считаю когда это работает уже хорошо когда это работает правильно это вот хорошо и правильно то есть получается вдвойне но на реализацию как обычно не хватает много времени приходится делать хорошо в общем что такое хорошо и правильно давайте на конкретно конкретном примере поговорим я уже начал говорить про приложение которое мне прислал мой коллега на review так сказать и ну сказал что там все хорошо и правильно в общем что из себя представляет приложение есть какой-то определенный текстовой файл вот примерно он перед глазами я сразу скажу что я его переделал написал по образу и подобию если вы смотрели одно из моих видео которое просвещено посвящено нимбл фреймворку и в частности микросервисом то там речь ведется о валидаторах model viewer view model factores ну то есть для того чтобы там сгенерировать какой-то проект есть допустим readable контроллер правил контроллер и для них для этих вот контроллеров нужно сгенерировать определенные там файлы какие-то классы специальные да ну и вот вы здесь вот можете прочитать что здесь написано как бы какое количество сущности не генерировал для этого контроллера но собственно говоря принцип работы не меняется и в этом смысле вот сам саму генерацию работы да то есть но так сказать это можно это можно сказать оценка работы да то есть если у вас есть болс и он говорит а сколько ты это будешь делать но в общем так или иначе оценка сводится к тому чтобы написать принципе одно и то же есть на что разница будет количестве полей там или свойств которые вы создаете для сущности я абстрагировался детализации и поэтому вот перед вами этот текстовой документ что здесь самое главное здесь у нас есть антитены им да то есть если мы создаем какой-нибудь контроллер документ в смысле сущность документ и у него будет документ контроллер да ну вот сущности получается что нужно всего лишь два ключа контроллер нэм давайте даже так вот включу указ к лазерным вот контроллер нэм да и энтити нейм остальное собственно говоря мне придется проделать одинаковое для любого типа сущности создать маппер модул конфигурэйшн да длинки фреймворки где там допустим через флюид конфигурацию настроить маппер конфигурэйшн да если используя автомаппер да в общем мне нужно создать миграцию мне нужно создать кредит ему обеет ему так или иначе если вы придерживайтесь придерживайтесь концепции configuration over конверс conversation over configuration то есть это общепринятая практика разработки фреймворков то вам так или иначе нужно соблюдать именование да вот и вот у меня есть в рай то был контроллер базовый класс который используется микросервисной архитектуре видео о котором может быть смотрели ну и там есть такое понятие как менеджеры валидаторы факторы то есть я каждый раз раз дает на и тоже в общем вот этот вот текстовое л как бы существует и мне единственное что нужно сделать без генерировать его подменить одно тело на другое вот он мне прислала вот такое приложение на консоль на небольшой абсолютно то есть буквально там сколько строчек строчек 20 да то есть есть entity name давайте опять включу лазерную указку есть entity name есть контроллер name чего-то простого приходят аргументы если их нет а мы выбрасываем аргумент not found сообщения выходим из программы если они нет ну смотрите ладно потом то если они есть подставляется первое значение в entity name 2 в контроллер в общем-то дальше идет загрузка файла template вот текст он подставляется из текущей категории в общем что дальше дальше если этот файл не найден опять же выдается ошибка ну понятно да мне кажется тут дальше комментировать ну хорошо давайте файл read all text читает файл потом через два реплейса каждый из них подменяется в общем и файл с определенным именем output text и с подмененными данными выгружается обратно в эту же папку ну видимо папку выполнения да да наверное так выдает сообщение дан ну и в общем то вот вся программа ну а теперь давайте переключимся в сам проект чтобы уже был предметный разговор вот перед вами тот самый проект в котором собственно говоря вот та самая программа простецкая есть текстовая 3d файл ну и в общем она идеально работает как мне сказал знакомый никаких собственно телодвижения не делают уже там некоторое количество времени собственно говоря это называется хорошая реализация если программа не нужно вносить каких-то там постоянных изменений да там то есть зашел что попробовал не получилось снова 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 передел запустил передел запустил и там несколько раз подряд там в течение дня года месяца неважно какого-то количество времени заходишь и вносишь изменения потому что не учел это плохая реализация если никаких изменений делать не нужно и все работает и все устраивает это хорошая реализация но смотрите есть такое понятие правильная реализация и она базируется на таких понятиях как паттерны и шаблоны монтейны билите если хотите то есть установка продвижения то есть расширение масштабируемость программы да там внесение новых изменений вот что я вижу в этой системе нас от на данный момент все сделано мне кажется не очень я так понимаю что да я просто не стал палить так сказать название конторы поэтому как бы вот namespace поменял чтобы не думали там что это что-то не так в общем смотрите есть да я предположил что аргумент аргументы попадают сюда через аргумент application то есть через командную строку и в общем то давайте запустим так у меня есть аргумент да я уже запускал и она работает на самом деле действительно прекрасно вот мы сейчас пробежимся по программе вот пришли аргумент эти самые документы документ то есть посмотреть первый косяк который реально может случиться если вы нечаянно заводите и перепутаете документы с документами то есть вас имя сущности с именем контроллера поменяется ну на что он мне ответил что у него стоит батничек которым все написано ну хорошо я согласен это принципе тоже имеет место быть дальше смотрите у нас определяется entity name документ контроллерный документ мы находим файл в папке вот здесь у меня есть проект это сама папка debug bin template ну смотрите во первых мне кажется вам сам вот этот template хранить в другом месте да нужно мне кажется что нужно какую-то папку специально выделить и хранить ее там чтобы она была всегда под рукой все знали где она лежит возможно даже на удаленном сервере если там группа разработчиков работает с одной папкой но это я уже фантазирую ну и дальше смотрите мы загрузили файл вот он тот файл который вот данные того файла который мы подменяем и через replace поменяем ну вот название ключа где-то вот название ключа entity name а вот значение которым поменяем replace работает элементарно просто теперь у меня вот здесь вот вот я так понимаю да смотрите сущность документ ну и в общем да все отлично работает таким образом получилось что мы сейчас запишем файл причем здесь указан не полный путь а именно то папка где работает приложение ну то есть там где она запустилась туда выгрузится документ я считаю опять же что это не совсем корректно решение на если у меня есть папка темплейтов ну в идеале было бы где-нибудь рядом с ней да я взделал не радость не если даже вообще не в ней же какую-нибудь папку output и все генерации закидывал бы в ту папку ну для того чтобы разделить этот проект и ну всего с используем да то есть используется только там допустим экзешник он лежит в папке темплейт запускаешь генерируется папка output рядом же все как бы нормально ну и хорошая реализация отличная вернее правильная реализация как раз подтвердить то что файл скопированный после компиляции больше не потребуется сам проект в общем проект лежит где те файл там генератор специальной папки ну и в общем выводится консольная здесь дальше сообщение вот если вот ну да получился дан и я вот теперь так вот сделаю открыть давайте вот так вот я вот вот так вот сейчас открыть при помощи да и вот получается что папки в дебаг лежит вот этот самый output давайте в студии посмотрим в общем все все что было правильно сделано антона все сделано именно так как и предполагалось то есть класс документ подменился все вот все правильные нужные создать ну что можно сказать на самом деле это реализация хорошая да то есть она работает она беспроблемная в общем все предусмотрено то есть папка не найдена там какие можно сделать в нем изменения ну я уже сказал что как минимум ну давайте тогда вот таким вот образом и поступим я оставлю это приложение template процессор наверное как есть может быть сейчас создам второй проект ну хотя нет смотрите я тогда вот сейчас буду делать так как будто бы я это делал для себя то есть что для этого нужно для начала я бы наверное определился с тем что смотрите я бы сделал вообще отдельный проект для вот этих вот самых вот самых так сказать этот я бы сделал не просто проект а сборку ну вернее проект сборка и не вот не кора как называется сделал либрари лайбрари класс рэб нет стандарт хотя кстати можно и нет стандарт ну давайте на стандарт сделаем я сделаю допустим так вот колобонга темплейт процессор так у меня это имя занято получается мне нужно использовать другое наверное сейчас не даст его конечно там там плейт процессором не даст но давайте тогда я вот это вот название сейчас утром изменю быстренько консоли вот и здесь у меня нэмспейс нужно тоже поменять я скажу вот так переименовался но вообще-то консоль на самом деле тоже не очень правильное название потому что нэмин конвеншен она может майкрософту навредить навредить да давайте консоли слово консоли она зарезервирована в системе и бывали случаи когда ну не очень это вот складно получалось ну во первых вот я сделал проект а теперь чтобы я дальше сделал я собственно говоря повторю я бы создал сборку специальную к пусть она даже будет да пусть будет на стандарт если что потом переделаем в общем здесь я назову колобонга чё там у нас темплейт процессор ну темплейт процессор естественно это будет ну давайте назовем давайте вот так вот назовем engine все вот вот такой вот я проект сделал и весь функционал который мне нужно использовать вот в этой вот сборке я давайте вот это вот я сейчас уберу что у меня здесь есть вот если подходить с точки зрения опять же банального программирования это программа хороша но она абсолютно вот смотрите помните я назвал консоли и у меня уже вот система добавила ненужные namespace ну в общем поэтому я переименовал да вот так вот смотрите что у нас существует вот в концепции вот это вот так сказать процессор у нас есть какие-то входные данные у нас есть обязательно какой-то шаблон и у нас есть какой-то вот output файл да то есть какие операции нам нужно сделать ну во-первых собрать с пользователя данные да какие-то ну то есть не знаю текстовые да но обычно текст заменяется да давайте считать что мы будем заменять текст на текст но и и что я могу создать то есть первый этап я хочу это все сделать через абстракции то есть сделать интерфейсы и поэтому какой-то вот я вот такой вот input ну пусть будет сервис input service да пусть будет так что мне этот input service может делать он у меня до пока давайте сделаем по-простому пусть вот такой вот у меня input service есть дальше что мне нужно в этой системе у меня теоретически какой-то должен i-template template какой-нибудь loader я же загружаю этот файл потому что если я захочу сделать override ну в смысле переопределить загрузку то я могу просто override вот это template loader и сделать ее имплементацию другую так у меня есть input service у меня есть template loader я бы еще тогда сюда бы сделал i-output сервис почему для того чтобы у меня была возможность показать пользователю результаты то есть что было допустим заменено или там сколько изменений там было ключей сколько output service ну он такой я его могу в систему включить а пользоваться ей будет или не будет другой там разработчик это уже как бы его проблемы так ну и опять же сейчас сейчас взглянем на эту систему да вот у меня есть input service который ага смотрите мне нужно мне нужно хранить где-то вот эти ключи потому что вот это количество а если захочу сделать другой шаблон который можно будет включать любые да ключи и заменять их на любые значения почему я я не могу сделать этого это будет более гибко я могу тогда генерировать любые шаблоны начиная от ну не знаю шаблонов для генерации там печенюшек да в зависимости от того взять какую муку да сгенерировать какой-то рецепт и заканчивая там я не знаю целыми классами да просто подменить название уже в готовых классах по имени то есть заменить на ключ допустим классный и чтобы он подменился то есть давайте сделаем я бы сделал универсальный генератор может быть это немножко сложнее но это более гибкая вариация и именно поэтому считаю что это правильно потому что вот для другого мне видимо типа вот этот вот генератор который сейчас существует его использовать нельзя он жестко закодирован каких изменений сюда внести нельзя но тем не менее он работает и это хорошо в общем так у меня я уже придумал себе input сервис это входные данные output сервис это выводные данные у меня на template loader так смотрите template когда у нас загружается вот здесь где то есть вот у меня есть вот есть какой то ну по идее да есть какой то мне нужно теперь replace сделать я буду эту операцию ну давайте вот так вот это вот у меня давайте я вот так вот сделаю у меня тут есть специальный метод snippet от resharper и я здесь вот такие вот обычно делаю заметки key давайте ну пусть будет по-английски keyholder мне нужно какой то файл конфигурации да я бы так сделал дальше проверки мы опускаем вот здесь вот у меня вот этот вот рекорд у меня здесь должен быть какой то ну я не знаю там сейчас я подсвечу сейчас уберу так аргументы да ну вот этот keyholder то есть так называемый который должен иметь кей не холдер давайте я сделаю правильно keyconfiguration то есть какой то ключевой конфигурационный файл да в котором написано название вот этих ключей их может быть описание возможно примеры ввода ну я бы так сделал вот вот и вот этот вот keyconfiguration давайте давайте пока сделаем что это файл да ну соответственно этот файл конфигурации нужно будет загрузить но соответственно у нас получается template loader уже не совсем template loader уже получается что это просто file loader давайте его так и назовем которому будет без разницы что загружать template или файл конфигурации я его назову file loader ой как один мой знакомый говорит сорян да вот допустим у меня есть файл loader я могу загружать и файл конфигурации в котором лежат эти ключи и template и в которой нужно эти ключи заменить и таким вот опять консольное неправильно назвал и таким образом получается что у меня теперь нужно еще файл сейвер да какой то который может сохранить ну вот насчет output service тут вот на самом деле это я думаю что вот этот это input service output service output service может быть смотрите output service может делать несколько функций опять же я могу сделать здесь какой то void да вот такой вот я могу сделать ну допустим execute execute вот я пока сделаю вот такой execute что в этот execute я могу сделать дефолтовую дефолтовую имплементацию этого сервера интерфейса в котором сделать одну только давайте прям прям покажу смотрите опс что-то я не туда нажал конечно ну да я затупил сорян out нет output сервис я не отчаянно удалил его вот смотрите я еще раз быстренько его создам я сделаю void здесь делаю execute что это мне дает сейчас я внимательно вот create the rate class что как я могу это использовать на самом деле очень легко и просто если у меня есть такая абстракция это опять же практическое программирование если хотите я могу сделать вот вот такой вот дефолт output сервис да который будет ну что он будет делать он будет консоли в write например да и вот какие-то данные сюда выводить я не знаю не важно да я могу сделать какой-нибудь там допустим файл output да и здесь делать не консоли в write а file . save нет в write по-моему да в write all bytes понимаете то есть абстракция натянутая через то есть реализация натянутая через абстракции позволяет различные стадии и возможности иметь то есть я могу даже вот так сделать в write я могу сделать две реализации ну вот все меня понесло сейчас я вам прям покажу консоли да консоли вот здесь я могу сделать как он называется там там я могу консоли в write здесь что-то сделать более того если я допустим сделаю реализацию какую-то допустим ну не знаю там message box какой-нибудь show да то есть все это будет реализации здесь я могу написать форм ну ну мне конечно для этого нужно namespace подключить но я пока не буду включать я могу а я могу использовать winform просто написать message box show ну show конечно же там всякие разные трещу параметров то есть понимаете на самом деле вот это вот абстракция мне дает свободу выбора куда выводить а возможные варианты более того я могу вот эти вот все конструкции все вот эти вот наследники запихнуть в контейнер и пользователю прям перед тем как генерировать спрашивать куда вывести информацию но опять же в зависимости от того чего он хочет он может выбрать или в консольное приложение или вот тут или вообще сразу ну в общем вот вот такой вот принцип практического программирования я вот вам привел показал ну пока давайте вернемся назад я пока не буду делать то есть вот это вот хорошо и правильно они на самом деле бегают рядышком друг от дружки и нужно выбирать где что ну да это было бы дольше реализации но зато если бы потребовалось так сказать мне потом реализовать какую-то дополнительную форму какую-то там вывести вывести в в форму там в каком-нибудь текстовом то уже я просто бы сделал override или там ну я думаю что вы меня понимаете то есть всегда ну нет предела совершенства оно касается программирования тоже в общем смотрите output-сервис у меня вот такой там вот что-то есть input-сервис ну мне во-первых тут нужно какие-то ключи файл-лоадер это он будет загружать загружал бы ну если бы я делал реализацию он бы загружал список допустим а смотрите какая штука получается у меня файл-лоадер может я бы сделал штуку давайте я даже в этапе сейчас вам покажу допустим у меня есть файл-лоадер допустим допустим я могу загрузить какой-то файл в который будет там иметь вот так вот confi configuration .json например ну то есть какой-то конфигурационный файл да в котором описано это не один темплейт а допустим вот как в моем примере смотрите можно же пойти дальше в это вот один файл берется один заменяется но если копнуть глубже вот у меня уже мысли побежали мне можно сделать шаблон configuration шаблон шаблон допустим маппера шаблон менеджера валидатора и то есть я в одном конфигурационном файле например там какой-то джейсон могу описать пачку темплейтов которые нужно перепроцессить да так сказать чтобы получить даже крут тот самый то есть я да сделал пример вот этого темплейта на основе своего микросервиса Nimble framework а там как раз для того чтобы создать то есть для того чтобы создать текстовые как это сказать исходные файлы для какой-нибудь сущности их нужно как раз реализовывать то есть грубо говоря это получается такой T4 стандарт то есть T4 шаблон генератор который встроен Visual Studio который делает генерацию проектов для вас ну и для нас тоже вот но это такой более такой я не знаю родной наверное свой свойский который написан был бы мной был бы адаптирован к моей системе Nimble которая может генерировать API ну и вот эта вот вся генерация складывалась бы там в секунды буквально ну ладно это я уже размечтался в общем смотрите допустим давайте пусть конфигурационный файл откроется в общем что есть у меня опять же вернемся к нашим баранам смотрите у меня как бы это делал я итак у меня есть какой-то конфигурационный файл в котором пусть будет пачка шаблонов которые нужно подменить в этой пачке шаблонов указанное в каком шаблоне какой конкретно ключ нужно заменить так дальше у меня есть уже загрузчик этого файла вот он ну я имею ввиду вот file loader file loader как раз и для шаблона ой для конфигурации тоже у меня есть replacer так дальше получается мне нужно сделать какой-то i text процессор да какой-то вот как раз тот самый который будет заменять текст ну и смотрите replace используется не сказать конечно что он быстрый все-таки regex работает быстрее с текстом ну и более эффективно по памяти я бы сделал его не на replace а на на regex ну опять же на replace хорошо но правильно все-таки на regex вот опять та же самая концепция ну и в общем что я должен replace я бы сейчас что вот предположил data replace data replace что еще мне там нужно сделать наверно только подменять текст на текст ну тогда пусть будет текст процессор да или replace ну пусть он template процессор наверное назову да потому что он будет template процессор для каждого файла ну вот такой бы сделал template процессор наверное у него был какой-нибудь снова метод void execute ну не знаю какие там еще в него пока ну если вдруг бы я это реализовывал я бы потом бы конечно все поменял добавил бы параметры сигнатуры здесь там вот 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 здесь но пока я просто говорю абстрактно чтобы вообще вы понимали как это может быть ну и в общем вот здесь вот у нас опять же используется так я напишу свою любимую команду здесь напишу template а нет здесь у нас файл loader используется дальше ой дальше я вот здесь вот напишу снова здесь напишу файл так здесь у меня template процессор какой-нибудь там причем опять же это было бы абстрактная штука ну смотрите вот опять мысли побежали допустим у нас есть какой-то adion template процессор так сейчас давайте тогда уже доделаю потом к нему вернусь record нет это мой сниппет у вас наверняка его нету вот и нет и здесь здесь какой-нибудь output да сервис какой-то ну в общем вот я разбил на этапы каждый из них может быть реализован по-разному как кто я уже сказал что загрузчик именно набора файлов с ключами первый вариант второй вариант то есть далее поехали первый этап да я бы сделал ну смотрите во первых я сделал бы вот эти вот ключи опять же с конфигурации брать дальше я бы сделал загрузчик файлов а может быть этот файл loader вообще бы не из текстового файла брал например а допустим загружал бы с другого сервера ну вот уже поехали вариации да дальше другие то есть куда улучшать проект вы уже поняли что безграничное тут можно улучшать улучшать template процессор опять же что касается template процессор что хотел сказать так когда начал про него говорить а ну вот смотрите у меня допустим есть template процессор есть папка экзикой в смысле метод экзекьют и я допустим допустим давайте я сделаю вот так ну допустим дирает класс я уже сделаю паблик чтобы он не обижался на меня а нет это нужно сделать паблик ну вот допустим у меня есть какой-нибудь текст да вот почему я убрал текст процессор чтобы можно было по разной реализации делать и здесь допустим как раз тот самый regex replacement ой replacement другой вариант я хочу сделать какой-нибудь текст процессор который будет ну то есть template процессор который будет например использовать другой template процессор inner какой-нибудь да ну я ж могу это сделать почему нет кто мне помешает я могу в одном шаблоне менять другие и здесь я уже делаю i load там какой-нибудь load другой там какой-то как он как я пишу не так another какой-нибудь template или configuration и внутри него пробегает другие процессоры template процессор опять же у меня может быть ну например например какой-нибудь другого типа да смотрите допустим у меня вот пусть он будет public опять же чтоб не обижался на меня вот я могу сделать стандартно да когда просто одну одну стринговое значение поменять на другое стринговое значение а еще я могу какой-нибудь template calculate template процессор да в котором буду допустим через regex regex получать какие-то данные а потом рассчитывать их да какой-нибудь там дополнительные функции складывать умножать в конце концов смотрите есть template который я вот могу вот эти вот штуки через regex выхватить ну и сложить их все и внизу дописать допустим total ну короче тут цифра какая-то да то есть есть просто replacer есть подмена это то есть опять же template процессор может быть разными реализации пользователя 5 процессе работы программы как консольный так кстати может быть и не консольный это кстати опять же почему я сделал отдельный проект потому что вот этот вот engine я могу использовать и в консоли а еще я могу здесь создать вот такую штуку которая допустим вот таким вот образом может быть а я вот вообще могу сделать вот таким вот способом ну не только я но собственно греевы смотрите а из по дотнет ой до пьев приложение netcore почему нет я могу назвать его примерно вот так template как его там назвал чтоб не ошибиться template процессор вот смотрите какая штука получается ну и здесь я могу написать допиев даже вот так я нажму enter создам и то есть мне теперь ничего не мешает вот в эту сборку ой вот в этот вот проект добавить референсом вот этот вот самый engine и собственно говоря вот эти вот опять же вот фантазия у меня понеслась и вот эти вот input service который параметры да я могу уже получать от пользователей с командной строки или прямо с формой вот main view да знаете о чем речь идет то есть опять же бесконечное количество то есть у меня уже практически придумал вот этот темплейт генератор причем он настолько получается универсальным что не важно на какой платформе мы сейчас используем одну dotnet core поэтому в общем то как вы понимаете тут нет предела опять же повторюсь совершенство ну и опять же вот output здесь у нас message box да ну еще один назревает да вот здесь вот я вот этот консоль в райд я могу здесь использовать но я это не увижу а если допустим у меня будет какой-нибудь asp.net core проект ну то есть консоль там конечно будет видна но опять же пользователь не видит поэтому опять назревает еще одна замена вот этой вот конструкции консоль в райд то есть output service это то что то что уже готовит конкретный файл я бы сюда добавил еще один файл который ну то есть еще одну абстракцию которая называется message да там допустим message service какой-нибудь ну или log service или что наверное наверное ну пусть будет message service да какой-нибудь ну смотрите в консольном приложении он конечно не потребуется да нет наверное все таки это я уже перебираю нет не нужно это делать потому что message он привязан к пользователю и поэтому ну смысла не имеет в консольном приложении это будет консоли в райд допустим в dpf приложение это будет там message box или там модель на окно окно допустим на bvm вы написали у вас будет там viewmodel а допустим если это будет аспадет netcore приложение вы там хотите в какой-то темплейт подменить там вообще у детекшен резалт какой-нибудь вот поэтому не имеет смысла на каждом из платформ будет реализована эта функция по-своему не имеет смысл ее сделать но другими словами вот такой бы абстракцию загубенил бы на самом деле сейчас делаю это видео отправлю моему знакомому в общем я думаю что он разочаруется или как всегда скажет ну зачем это нужно ведь и так все работает но у каждого свои подходы главное что смотрите чем хороший разработчик отличается от отличного разработчика тут есть такое понятие когда даже не понятие а пословица да вот хороший разработчик может сделать какую-нибудь реализацию там то есть сейчас я скажу вот так вот скажу хороший разработчик знает возможность знать как реализовать нее требую от него задача вот хороший разработчик имена вот я считаю что так если он знает как это сделать ну это хорошо за рабочие а есть еще такое понятие как это птичный разработчик или там продвинутый Если хотите Team Lead, то Team Lead, например, или отличный разработчик, он знает несколько способов, и у него есть выбор, как эту задачу реализовать конкретно при условии каких-то количеств задач. Ну, понимаете, о чем я говорю. То есть хороший разработчик знает одно решение, а отличный выбирает из нескольких решений, собственно говоря, это не только в программировании, это вообще. Думаю, наверное, все, наверное, все. Ну, единственное, что еще могу добавить, если вам вот такого типа видео интересны, поставьте, пожалуйста, лайки, в общем, все просят, и я не исключение, поставьте лайки, подпишитесь на канал, и более скажу, если вас заинтересовал такой процессор, вот мне вот уже интересно его сделать, Я бы на самом деле выложил его в общий доступ, и можно было бы вместе написать вот такой вот, мне кажется, полезный продукт. Да, и несмотря на то, что таких темплейт процессоров хоть пруд пруди, но тем не менее он позволяет понять основные концепции, ну и проще будет для понимания предметной области, чтобы можно было более просто въехать, так сказать, в курс дела. Ну и на этом, наверное, наверное, все. Опять же повторюсь, ставьте лайки, пишите комментарии, можете даже нам на мыло писать, если найдете адрес. Всего доброго и привет, так сказать, Андрей. Ну, это уже личное. Все, пока. Продолжение следует...